Это третья шайба ворота брянской команды. Матч закончился победой МХК Рязань-ВДВ со счетом 5-1. Играли дома, а здесь, как говорится, и стены помогают. Но на выездных матчах команда опровергла и эту поговорку. Три игры, три победы. А уже по возвращению домой проиграли Липецкого со счетом 2-1. В нашей съемочной группе удалось поприсутствовать на тренировке хоккеистов. Поражение Липецку, говорят ребята, никак на команде не сказалось. Кирилл Затонских, по мнению рязанских болельщиков, стал лучшим игроком января. В этом сезоне он успел сыграть три игры в высшей лиге. По словам тренера, показал себя отлично. Сейчас обороты не сбавляет, наоборот, наращивает. Впереди важные игры и серьезные тренировки. Две игры молодежный клуб Рязань-ВДВ проведет дома, пять на выезде. И матчи серьезные. Тут и Пенза, и Карелия, и два клуба Динамо из разных городов. В МХК Рязань-ВДВ по контракту 30 человек. Самым старшим 20 лет. Нижнего предела нет. Еще нет лучших и худших. Их могут выбрать болельщики, но не тренеры. У нас команда, у нас нет индивидуальных каких-то личностей. Есть, да, кто-то хорошо играет, кто-то больше забивает. Но есть такая еще профессия черновую работу выполнять. Поэтому кто-то выполняет черновую работу, кто-то забивает. Но играет команда. Именно команда забила три гола Металлургу из Череповца. Матч закончился победой Рязанцев. Но праздновать некогда. 8 февраля вторая домашняя игра, где команде нужна только победа. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.